Всем привет! Меня зовут Лера, и я очень рада видеть вас на своём канале. Как и обещала, вы заметили, что такие вот видео блоговые выходят статичные раз в месяц примерно. Но надеюсь, что хотя бы раз в месяц они будут выходить, поэтому сегодня уже конец августа. Какое сегодня число? 26 августа, и скоро осень. Я дочитываю одну книжечку, я дочитываю Чёрного принца Арис Мёрдок. И уже пришло время строить планы на осень, и я редко строю планы, потому что знаю, что покупаю я очень много книг, и планы практически никогда не выполняются. Но в этот раз я решила подойти к этому очень ответственно, построила такие достаточно реалистичные планы, и поэтому давайте приступать к видео. Вот так вот выглядит эта стопочка книжных планов у меня. Вот так вот. Ну вы на обложке уже, наверное, видели. Поэтому начну. Вот как они у меня лежат, так и буду рассказывать. Первые две книги я хотела бы показать вместе, потому что это классика. Это Джейн Остин и её Нортингерское аббатство и Эмма. Эти две книги, которые я, скорее всего, две не прочитаю, но осень для меня ассоциируется с такими романами, знаете, как Джейн Эйр, как Грозовой перевал, как Гордость и предубеждение. И мне ужасно захотелось что-нибудь почитать такого же классического, атмосферного. Кстати, эти две книги, как по описанию, они такие более не то что юмористические, но такие больше лёгкие. Поэтому я точно прочитаю одну книгу. Мне хочется чего-то более серьёзного, конечно, вот такого атмосферного. Вот опять же, типа Грозового перевала, что я, кстати, не могу никак найти, что-нибудь похожее. Но, тем не менее, классику и Одной сестёр Остин я хочу прочитать, поэтому выберем что-то из этих двух романов. В Нортингерском аббатстве рассказывается о девушке, которая такая вся романтичная, начитанная готическими романами, напитанная просто. И ей везде мерещатся такие страшные готические тайны интересные. И она такая вся необычная, эта девушка достаточно избалована, такая себе на уме. И вот однажды она приезжает именно в аббатство, вот это название книги, которое я не буду произносить больше, потому что везде затянется надолго. И ей тоже, опять же, мерещатся тайны, какие-то там какой-то молодой человек ей встречается. Это такая история любви, приключений, написано, что она такая забавная, лёгкая. Я начинала читать, и, конечно, мастерство Джейн Остин тут невозможно откинуть. Она пишет великолепно. Я читала первую главу в Трай Чептер Тек, и мне очень тогда понравилось, это было очень давно, поэтому, скорее всего, буду я читать именно вот аббатство. Потому что в Эмме рассказывается о девушке, которая не торопится выйти замуж, которая устраивает больше свадьбы своих подруг, её имя и их личной жизни занимается. Но, как написано, опять же, в аннотации, занимаясь личной жизнью других, может пропустить собственное счастье. Это тоже такая достаточно лёгкая история. Я не знаю, мне почему-то меня тянет больше на аббатство, поэтому, скорее всего, я прочитаю его, если что-то в моём настроении не изменится. Я не прочитаю вообще, может быть, две книги, или не начну с Эммы, или, может быть, вы мне напишите, что Лера, тебе точно понравится больше Эммы, потому что одна книга здесь есть, которую я вообще не планировала включать, но мне сегодня написали в комментариях под видео несколько человек, что эта книга прям точно для тебя, Лера, читай, тебе точно понравится, и я её сразу же включила в планы. Поэтому, если вдруг вы читали и ту, и другую книгу, и вы считаете, что мне какая-то понравится больше, напишите, пожалуйста, мне интересно просто, с чего начинать, потому что две книги вряд ли. Поэтому буду ждать очень ваших советов, и, может быть, лучше напишите мне, какая более такая, менее весёлая, более такая серьёзная, возможно, грустная, если она вообще хоть одна из них такая. Поэтому буду ждать ваших советов, ну или пишите, что Лера, читай две, обязательно, иначе мы перестанем тебя смотреть. Только, будем тебя смотреть только, если ты прочитаешь две книги сразу. Только не пишите, если я прочитаю все свои планы на осень, потому что я боюсь, что это невозможно. Но мне придётся, ничего не останется делать. Поэтому вот, первые две классических книги. Следующая книга — это Джулиан Барнс и её предчувствие конца. Я, опять же, хотела её в твёрдой обложке, конечно, но единственное, которое я увидела в Озе, это была мягкая, а я не люблю искать долго, я захожу на сайт, заказываю и беру. То есть я не люблю искать там в интернет-магазинах или так всё, мне больше нравится, сразу же заказал на эмоциях, и поэтому она у меня в мягенькой обложечке, но я мягкие тоже люблю. Итак, эту книгу я, опять же, увидела у Алисы, она ей очень понравилась, и поэтому автоматически она улетает мне в корзиночку. Здесь рассказывается о четырёх друзьях, которые вместе дружили, выросли, и вот через какое-то время приходит письмо, по-моему, одному из главных героев, которое какой-то проливает свет на их прошлое, и вроде бы всё было прекрасно в детстве, но оказывается, что их прошлое скрывало множество каких-то тайн. Я, если честно, не помню, что про эту книгу говорила Алиса, но что-то там было такое ужасное, интересное, что меня заинтересовало. И книга, во-первых, «Лауреат Букеровской премии», я обожаю лауреатов Букеровских, Пуллицерских премий, потому что, как ни странно, обычно это совпадает с моими предпочтениями, обычно эти книги попадают мне в любимые или хотя бы просто западают очень в душу, поэтому я действительно доверяю этим премиям и хочу прочитать безумно. Тем более вот в этой книге я практически уверена, что она у меня прочитается, потому что она очень маленькая. Ну, во-первых, шрифт большой, отступы и так далее, поэтому эту книгу, кстати, можно было брать на какие-нибудь марафончики, но я её включить решила в планы. И, надеюсь, опять же, атмосфера будет какая-нибудь такая дождливая, мрачная. Я хочу, чтобы была сцена, когда кто-то умрёт, и сцена на кладбище хочу, когда все в таких чёрных плащах с зонтами. Почему именно к этой книге мне кажется, что это будет? Возможно, нет. Почему сцена на кладбище? Никому неизвестно, но я хочу сцена на кладбище. Это мне вспомнился фильм «Рождественская история» или «Рождественская сказка», по-моему. Да, «Рождественская сказка», французский фильм офигенный. И там начинается фильм вообще со сцены именно на кладбище. Возможно, мне это напомнило. Кстати, очень советую этот фильм французский, он очень крутой. Следующая книга — это Сара Уотерс и её тонкая работа. В этой книге я уверена, что мне некоторые сюжетные линии безумно понравятся, потому что мне Лиса немножечко проспойлерила, но это хорошо, потому что теперь мне ещё больше хочется прочитать эту книгу. Здесь рассказывается о девушке молодой, которая выросла в Лондоне, в среде воров, мошенников, в общем, в такой низшей среде. Но оказывается, что её судьба таинственным образом связана с наследницей богатейшего рода, и за этим наследством той девушки второй, которая богатая, охотятся различные тоже мошенники, и вот каким-то образом судьбы этих двух девушек переплетаются. Почему они как-то связаны, что будет с наследством и так далее будет в этой книге. Здесь атмосфера викторианской Англии. А викторианская Англия у меня ассоциируется с дождями, осенью, поэтому не только мне сюжетная линия нравится, но и атмосфера, которая, возможно, там будет. Не факт. Возможно, будет пекло или зима, снег. Но неважно. Осень в Беларуси — это и есть снег, поэтому вторая атмосфера тоже неплохо подойдёт. Но здесь я вообще не знаю, зачем я её взяла в планы, именно вот как в планы, потому что мелкий шрифт, очень много страниц, и у меня времени сейчас не так много, но что сказано, то сказано. Я уже сказала, поэтому тонкая работа в планах. Я очень хочу её прочитать, честно. Прямо вот она у меня, наверное, будет идти именно в сентябре одной из первых, если, конечно, смогли прочитать. Хочу-хочу. Следующая книга — это «Путешествие с Чарли в поисках Америки» и Стейнбека. Ну, как бы здесь всё сказано просто названием. В поисках Америки. Главный герой путешествует с Чарли, это его пудель, по Америке, и здесь, опять же, будут дороги, американские города, штаты. Я очень надеюсь, что здесь будут заправки. Здесь должны быть заправки. Я обожаю заправки в книгах. И это мне напомнило, естественно, ну, оно, наверное, по атмосфере будет напоминать «В дороге Керуака», а «В дороге» — это одна из моих самых любимых книг именно по атмосфере. И я ещё... Я знаю, что это больше, наверное, летняя такая по атмосфере книга будет, но, тем не менее, я ещё не отошла от своей безумного, от своего безумного желания читать вот такие романы «Дороги», которые у меня, кстати, с начала июня, наверное, длятся. Прямо вот это желание. Хочу их читать безумно. Поэтому Стейнбека тоже надо прочитать, конечно, пораньше, не затягивать, потому что всё-таки хочется, чтобы вот на такую тёплую погоду его чтение затянулось именно, точнее, попало, выпало на тёплую погоду. Даже обложка здесь, посмотрите, такие американские домики. Я недавно в Инстаграме проводила опрос. Просила посоветовать какие-нибудь американские книги, калифорнийские в частности, просто американские. Вы столько всего насоветовали. Я прямо насмотрелась и думаю, что скоро мой кошелёк опустеет просто из-за американских книг. Вот. Одна из них. Тоже спасибо всем за совет, кто её вот именно советовал, потому что я, если честно, вообще ничего не слышала до ваших вот комментариев. Поэтому благодарю. Следующая книга — это Эльчин Сафарли. Сафарли, наверное... Вот у меня с ударением всегда была проблема, когда я вернусь в путь дома. Я недавно прочитала его книгу «Дом, в котором горит свет», и это было просто для меня открытие, потому что его я не планировала читать вообще, наверное, в своей жизни, потому что мне казалось таким автором слишком романтичным, слишком таким лёгким, абсолютно вот таким нецепляющим. Но я прочитала его «Дом» и поняла, что такой атмосферы найти, кстати, такую атмосферу очень сложно. Там было такое море, кофе, различные фруктовые джемы. И я поняла, что это так приятно, невероятно приятно читать. Местами было действительно очень грустно, трогательно. И я влюбилась, честно скажу, в его... вот в его прозу. Там были письма бабушки к своей внучке. Здесь тоже письма. Кого кому неизвестно, я не знаю. Я помню, что там когда-то начинала я не читать, когда-то я слышала описание этой книги, там было что-то такое очень трагичное и грустное, как, в принципе, наверное, во всех его книгах. Но Женя мне тоже ту книгу купил, Женя по совету девочки. И эту книгу он тоже купил мне, потому что я была той в восторге, и он понял, что надо скупать тоже его книги. Здесь тоже письма, как я уже сказала, тоже грустно должно быть. Надеюсь тоже на атмосферу морскую, потому что вот даже на фотографии море. Холодное море. Я хочу, чтобы это было Балтийское. Ну, это не будет Балтийское, а может, и будет. Но холодное море, вот по типу Балтийского. У меня просто... Я очень часто раньше отдыхала в Паланге, и для меня Балтийское море — это какая-то огромная любовь. Поэтому тоже надеюсь на атмосферу кофе, прогулок по морю, по морю, в свитерах, знаете, с чашечкой кофе, со стаканчиком, когда дует ледяной ветер. И мне почему-то кажется, что именно так оно и будет. Я, кстати, вот открыла тут на первом письме. Это письма папе к своей то ли дочке, то ли сыну. Имя непонятное, к сожалению. Дочка это или сын, поэтому... А описание, кстати, ничего на сюжет не проливает, никакого света. Теперь я отчётливо ощущаю вечность жизни. Никто не умрёт. И те, кто любил друг друга в одной жизни, непременно встретятся после. Надеюсь, не спойлер. В общем... А пока что я проживаю жизнь. Люблю и, бывает, устаю от любви. Запоминаю мгновения. Бережно храню в себе эту память. Чтобы завтра или в следующей жизни обо всём написать. В общем, тут всё как обычно, такое расплывчатое, но, мне кажется, будет примерно та же самая атмосфера. Надеюсь, он пишет в одном и том же стиле, потому что вот я влюбилась именно в тот стиль, в атмосферу. И очень хочется, чтобы автор это сохранял, конечно, в своих других книгах. Поэтому надеюсь. Надеюсь, что так же мне понравится. Следующая книга это Кевин Кван. Безумно богатые азиаты. Я думаю, все уже просто наслышаны об этой книге, потому что она очень прошумела на зарубежном Буктюбе. Именно там я о ней узнала, а потом уже перешла на наш Буктюб, и тоже все её сейчас читают захлёб. Я думала, я буду одной из первой, но, как обычно, всё затянулось слишком сильно, и я её прочитаю вообще неизвестно когда. Надеюсь, этой осенью. Рассказывается здесь о девушке, которая живёт в Америке. Она китайского происхождения. Вот однажды её молодой человек приглашает её провести лето в Азии на свадьбе его лучшего друга. Естественно, там она знакомится с его семьёй. И оказывается, что её парень какой-то безумно богатый, из безумно богатой семьи. И вот рассказывает об их жизни. Ну, естественно, какие-то там, наверное, перипетии будут. Тем более, это первая часть трилогии. Из отзывов я слышала, что книга крутая, что у неё очень прикольная атмосфера. Поэтому я с самого начала, как только я про неё узнала, я на неё возлагала большие надежды. Так что очень надеюсь, что они оправдаются, и будем смотреть. Кстати, есть ещё фильм по азиатам, и я его хочу посмотреть только после того, как прочитаю книгу. Городный тоже вроде неплохой, но я, если честно, особо таких отзывов не помню. Потом меня почему-то потянуло на такие всякие рассказы. Не знаю почему. Поэтому я, естественно, снова вспомнила о Макси Фрае. Я не хочу читать пока его сказки старого Вильнюса продолжать, потому что я хочу их прочитать, когда будет возможность поехать в Вильнюс и снова снять видео, где я похожу по этим улочкам, где происходили всякие события из тех книг. Поэтому я вспомнила о его новой кофейной книге. Здесь всё происходит, по-моему, тоже в Вильнюсе. В общем, даже не важно, где происходит, но главное, что все персонажи этой книги, здесь просто сборник рассказов, они пьют кофе. Что ещё надо, Лерия, чтобы персонажи пили кофе. Здесь есть рецепты кофе. Рассказы, естественно, такие немножечко странноватые. Это, наверное, магический реализм. В общем, происходит вроде бы в реальном мире, но с какими-то такими заскоками, потому что я уже начинала читать, но у меня даже закладочки нету. Но я некоторые, видите, рассказики закладывала. Ну, я думаю, страничек стоя прочитать. Вот последняя... А, Варшава, тут и в Польше происходит. Последняя закладочка у меня на 83-й страничке. Примерно столько я прочитала, но хочу продолжать. Тут, кстати, и иллюстрации шикарные, различные вот к рассказам. Поэтому атмосфера книги, я скажу вам, очень крутая. Некоторые рассказы, ну, такие странноватые, некоторые очень крутые. Вот. Форзицы шикарные. В общем, всё-всё-всё связано с кофе. У меня есть ещё, кстати, вот новая чайная книга. Но чайную книгу уже потом, потому что первым делом, естественно, естественно, всё читаю про кофе, кофеёчек. Эту книгу получится прочитать, наверное, очень легко, потому что это рассказы, рассказы всегда легко читаются. Вот, тоже в планы. Следующая книга — это «Ремарк». И, наверное, одна из самых его тонюсеньких книжечек — это «Жизнь взаймы». Как я давно её покупала, здесь до сих пор 33 тысячи она стоит. 360 рублей. Это полтора доллара. Хорошо было жить в то время, когда книги стоили полтора доллара. А, очень соскучилась по «Ремарку». У меня последнее время, я всем выношу мозг, что мне хочется перечитать «Ремарка» или продолжить его романы читать, которые я не читала. Я даже не помню, читала ли я в «Жизнь взаймы». По-моему, не читала. Поэтому он у меня здесь стоит в непрочитанном, потому что я вообще ничего не помню. Либо вообще из этого романа не помню, либо я его не читала. В описании ничего не написано. Как обычно, это будет трагичный такой роман о любви, об отношениях, о войне. Как всё у «Ремарка». Но мне так хочется прочувствовать снова его атмосферу, что я не знаю, хватит ли мне на толстый какой-то роман. Поэтому тоненький взяла такую книжечку тоненькую. И если снова вдохновлюсь, то устрою марафон «Ремарка». Посмотрим, что дальше будет. Поэтому его «Жизнь взаймы» не знаю. Следующая книга, как раз-таки о которой мне писали, которую я не планировала в планы включать. И это Белла Леандер, Джанет Фитч. Здесь рассказывается о девушке, которая живёт с мамой. Её мать однажды убивает своего любовника, её сажают в тюрьму. И девушка эта скитается по приёмным семьям, и мать её манипулирует, она её навещает. Там какие-то вот такие с матерью непростые отношения. И вот на этом всё закручивается. На самом деле, описание меня вообще как-то особо не интригует. Но, опять же, я слышала много тёплых отзывов, и мне написали. Но так как меня всё равно описание не очень интригует, я её не планировала прямо вот сейчас читать. Хотя мне ужасно нравится оформление. Идеальный цвет, розовенький, прямо прелесть. Но мне написали «Лера, читай, потому что тебе это точно понравится». И ещё кто-то написал «Лера, тебе точно понравится, учитывая твои вкусы». В общем, я не знаю, что там должно быть такого, что все подумали, что именно мне это понравится. И меня это очень заинтриговало больше, чем вообще аннотации отзывы к этой книге. Поэтому обязательно, обязательно в планы. И, наверное, я дочитаю сейчас «Чёрного принца» и примусь именно за «Белый леандр». Ну, очень уж меня заинтриговало, почему мне именно должна понравиться, я не знаю. Прям вообще я такое обожаю, когда что-то вот люди мне советуют. Поэтому классно, интересно. Не знаю, какая тут атмосфера будет, понятия не имею, осеннее, не осеннее, но однозначно буду приступать. Следующая книга, кстати, она такая тяжёлая. Это книга моего любимого, прекраснейшего Телье. И его новая книга, последняя, крайняя, ненавижу, когда говорят крайняя, но вот, которая последней вышла, это «Последняя рукопись». Здесь вообще всё слишком запутано. Здесь есть дорожная авария. «Смерть» после дорожной аварии. В багажнике машины потерпевшего, точнее, ну, погибшего парня было тело девушки без лица. Потом здесь вторая сюжетная линия. Обучительница, которая развелась с мужем, и через несколько лет ей звонят и говорят, что её муж потерял память. В больнице лежит из-за чего-то. В общем, как обычно. Какие-то потери памяти, убийства загадочные, кровавые, женщины без лица, трупы и так далее. И тоже мне писали, что столько всего интересного в этой книге, что Тилье так закрутил круто, что книга прямо невероятная, чуть ли не лучшая его. И она не в серии, то есть она не в серии про Шарко и Люси Эннебель, поэтому, ну, естественно, я её возьму. Она, кстати, ужасно толстая. Сколько здесь страниц? А нет, всего же 475 страничек, но она такая увесистая. Очень хочу, прям безумно хочу её прочитать. Следующая книга — это Антония Байетт и её обладать. Тоже книгу мне проспойлерила Алиса. Точнее, не проспойлерила, а просто рассказала об одной сюжетной линии, после которой я поняла, что мне абсолютно не важно, что там будет происходить в других. Вообще, на других страницах вот эта линия мне нужна, и всё. Я её хочу знать, чем оно закончится, и почитать вообще об этом. Как это всё развивается, там происходит, в общем, очень интересно. Потом я решила прочитать описание, и поняла, что всё равно ничего не понятно, и мне всё равно нужно читать. Потому что что пишется в аннотации? Это книга о живых людях, образы которых наваждением сходят к читателю, о любви, мятежной и нистовой страсти, побеждающей время и смерть, об устремлениях духа и плоти, земных и возвышенных, плани, которые проглядывают в трагических, комических узорах судьбы человеческой. Две стихии царят на этих страницах, стихия ума, блеска мысли. И, в общем, всё в этом роде. Это английский роман начала 20 века, и слишком уж абстрактно всё написано, и я не хочу, если честно, больше ничего знать. Мне достаточно того, что я знаю, и всё. Эта книга одна из, наверное, тоже, вот, которую я называла, одна из самых-вот самых первых, которую я хочу начать читать в сентябре уже. Она объёмная, достаточно тут... Ага, 630 страничек. Внезапно. Всё равно, всё равно идёт в планы, потому что я не смогу дождаться ещё других планов на зиму, потому что мне её нужно, необходимо прочитать. Я понимаю ещё, что я себя переоценила, потому что следующие две книги и последние, они тоже такие жирненькие. Мне ужасно хочется обе из них прочитать. Обе, причём, я не знаю, не смогла даже выбрать одну какую-то толстенькую. Мне нужны именно две. И первая книга — это всем известный «Ночной цирк». Я уже о ней очень много рассказывала, как я безумно хотела прочитать, как, ну вот, и до сих пор руки не дошли. Здесь действие происходит, грубо говоря, на арене «Ночного цирка», который работает только от заката до рассвета, появляется, по-моему, таинственным образом каким-то. Здесь всякие летающие предметы, здесь магия сплошная. То есть вообще это вроде как цирк, вроде как фокус, но вроде там и настоящая магия. Естественно, там есть, просто не знаю, как это вообще подаётся зрителям. И вот наши главные герои, два молодых мага, они состязаются в магии, чтобы их учителя могли продемонстрировать своё мастерство, как они смогли научить этих молодых магов. Как хочется прочувствовать эту атмосферу цирка. Какие там блюда прекрасные, какие там декорации, какие фокусы. В общем, это должно быть прописано очень атмосферно. И так как я давно это хочу прочитать, пора поставить планы, чтобы обязательно её побыстрее прочитать. Без планов руки не дойдут. А так хоть точно будут мне лежать перед глазами в стопочке. И я её действительно ужасно хочу прочитать. Просто она такая толстенькая. И, ну, надеюсь, что быстро дают руки. Последняя книга, которая меня тоже безумно привлекает, стоя на моих полках, это Empire Falls. И она меня опять же привлекла, потому что это история одного маленького американского городка. Главный герой готовит бургеры в закусочный Empire Grill. Empire Falls как будто бы это... Это как будто бы Mystic Falls и Mystic Grill. В общем, это мне напоило дневники вампира. Поэтому и я представляю. Это история вообще маленького городка, история разных семей, история этого человека, который хочет вырваться из обыденности, но не может. Вот он такой абсолютно нерешительный и не может ничего сделать со своей жизнью. И история, судя по всему, он что-то интересное сделал со своей жизнью, учитывая то, что автор настолько страниц это всё описала, на 600 с чем-то. Поэтому я опять же здесь жду атмосферы разных семейных историй, Америки, американского города. И надеюсь, мои ожидания оправдаются. Итак, это были все мои книжные планы на осень. Надеюсь, вам было интересно послушать о моих планах. Делитесь в комментариях, что вы планируете прочитать этой осенью. И давайте как-то смотивируем друг друга. Может, планы будут выполняться, хоть когда-то не должны начать выполняться. Давайте это осенью будет осенью, когда мы выполняем, точно выполняем свои книжные планы. Поэтому обязательно делитесь, и будем советовать друг другу классные книжки, мотивировать и просто общаться. Поэтому всем спасибо огромное за просмотр, и до встречи в новом видео. Всем пока!